Первых алтайских моралов завезли в республику в 2013 году. Первую партию 50 голов, вторую партию 20 голов в 2014 году. Все они в полувольных условиях обитали в свежеском опытном оконченном хозяйстве на территории Зеленодольского муниципального района. Потом, в дальнейшем, получив потомство на нашей земле, приспособившись к нашему климату, к нашей пище, в 2017 году мы подготовили их к выпуску. В 2017 году с участием президента Куртастан произошел одновременный выпуск партии 45 голов на территории трех похоронечих заказников. Это Белярский, Мешинский и заказники Сной-Глющи, Верхнослонского района. В прошлом году привезли сюда, в прошлом году мог бы пастили их. Вот, полтора года уже получается. В диком виде они живут. Не в вольере, а прямо на воле. И сколько, получается, моралят уже появилось за это время? Так, первый год, 7-8-7, посчитаем, где-то 15-15 голов. Сейчас, получается, они на несколько небольших стат разбились? Да, на несколько. Два БК здесь, взрослых. Один взрослый, второй, наверное, где-то года три, что ли. Вот они отбились и ходят с матками, с матками, с селятами там. Здесь, куда мы едем, сейчас там основной, вот такой, взрослый. Тормушку, вот, что работа здесь стояла. А вот, смотрите-ка, снег. Вот, здесь, здесь, и это. Вот, где-то. Здесь они где-то, здесь, здесь. На снеге, я отправился вперед. Нашел место, где отдыхают моралы. И вот сейчас мы по лесу пытаемся подойти туда. Старайтесь делать это бесшумно, но, естественно, как у диких обитателей у нас не получится. Но надеемся, что увидеть их сможем. Уже за год выпущенные моралы дали свое потомство. Успешно приспособились уже к вольным условиям. То есть, должным образом налаженная охрана и биотехнические мероприятия позволили нам не потерять ни одной головы, а, наоборот, приобрести их. То есть, их популяция выросла буквально за два года на 20%. Все ли у нас есть, все ли хорошо складывается для того, чтобы по голове росло? Ну, дело в том, что морал очень хорошо питается очень разнообразным, длинным списком кормов, куда входят разного рода древесные растения, разного рода, более 120 видов травянистые растения. И это, по сути, наиболее выраженный приспособленец к сельхозугодию, то есть, на своей исконной родине он прекрасно пользуется теми или иными остатками на полях. Ну, и в Республике Тарстан присутствует до 70% травянистых растений, которыми он питается у себя, и абсолютно 100% древесных растений, которыми необходимо. И, судя по тому, что мы ее видели, он находится в отличном порядке, рождаемость высокая, выживаемость телят предельная, очень быстро формируются самцы и оленя, что показывает комфортность среды обитания. Ну, я так понял, что вы за ними каждый день внимательно следите, что, как происходит, как они на вас реагируют, как они прижились, Вот что можно сказать за тот период времени? Получается, полтора года, да, они бегают уже? Полтора года, да. Ну, я каждый день за ними я слежу, знаю, какие группы находятся, на каких местах. Ну, они тоже меня узнают. Вадик узнают, пожалуйста. Ну, вот нам сегодня удалось подойти к ним, ну, фактически, сколько там, метров, ну, максимум 10, да? Да. Да, они расстояние было. Они настолько себя спокойно и вольготно чувствуют здесь, в заказнике, да? Да, они не боятся здесь. А в других местах уже немножечко есть у них страх какой-то. А вот эти прошлогодние телят вообще боятся сильно. А эти нормально. Фык вообще не боится он. Просто ему. Ну, можно напасть, а сгон идет. Нападает по областной, наверное, нападает. Как быстро одно стадо превращается в два, три, что является причинами того, что раскалывается постепенно? Спусковым крючком, конечно, является возраст самцов. В данном стаде пока нет, как бы, конкурента тому быку, который сейчас является основным производителем. С появлением второго серьезного быка, естественно, стадо перераспределится. Часть уйдет с новым быком, самок имеется в виду. Часть молодых самцов организует отдельное сезонное стадо. И, ну, получается, в общем-то, стандартная такая вот популяция такого относительно небольшого леса. Это два стада плюс, ну, отдельная группа быковых молодых. Хочу сказать, что первая партия, завезенная в 2013 году, в дальнейшем проведена работа из охотпользователей. То есть подключились к данной работе по содержанию полувольных условий шесть охотничьих хозяйств. Общество граничной ответственности, охотничьих хозяйств и различных от собственности. На сегодняшний день в полувольных условиях данных хозяйств находится 298 алтайских моралов, до 200 леднистых оленей и порядка 60 голов ланей, которые тоже в дальнейшем будут готовиться к выпуску естественного питания. Не прекращается работа и содержание полувольных условий и уже проведение потомственного естественного свидания. Мы надеемся, что данный вид, оконченный суд, станет уже в ближайшем обозримом будущем, как, скажем так, привычным для Татарстана. Получается последний олень благородный до революции, еще в 1910 году, по-моему, был добыт на территории Татарстана. Потом долгое время их не было. Можно ли сказать, что благородный олень в Татарстане вернулся? Да, да, можно сказать, что точно это вернулся, они останутся здесь. В целом же охотничьи заказники у нас в республике 225 тысяч гектар используются как своего рода резерват охотничьих ресурсов. Благодаря закрытой здесь охоте и усиленной биотехнии мы имеем здесь значительный рост численности основных видов охотничьих животных. Так, например, лосей за последние три года увеличилось на 20%. Такой ресурс, как косуля, дал прирост аж в 500%. Заяц-русак в 67%. В дальнейшем все эти охотничьи ресурсы расходятся по охотничьим угодьям остальной части республики и таким образом мы в том числе и благодаря этому имеем рост в целом по республике Лося на 10%, косуля на 110%. Мы вычтем на ее численность уже 4500, хотя два года назад ее было даже меньше 2000. Имеем значительный успех в этой части. По Зайцу также большой рост, где-то 50% за последние три года.